ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я из тех, кто руководил искусствами, в кавычки беру, попал в подчиненное положение. И на мне с огромным удовольствием те же товарищи выспались. Это было очень тяжело. Я говорю, семь раз заседал у партбюро. Для чего это делалось? Они делали все, что под картину не запустили в съемочный период. И вот тут я поехал к Герасиму. Этот нос и, извините, голова с отсутствием достаточной, так сказать, шапки, волосы, ну и все. Но вы про это мгновенно забывали, когда Герасимов начинал говорить, когда Герасимов начинал исторгать рулады гнева или рулады восхищения. Очень глубоко эшелонированная мысль была его. Он был замечательным оратором, но для определенной эпохи. Может быть, сегодня он выглядел бы как 50-процентный схоласт. Вот это все. Но по существу это очень редкий человек. Очень волевой. Он удивительно умел талантливо, энергично и вместе деликатно польстить власть. Власть, значит, он покупал ее своей лестью, и власть перед ним тоже слалась. Но он использовал эти возможности свои не только во благо себе и своей карьи. Он получал колоссальное удовольствие, передавая эти возможности своим ученикам. Отсюда все на свете. Во-первых, он был для этих учеников, ну, так сказать, просто верховным судьей творческим. С другой стороны, он был защитником. С третьей стороны Герасимов их приобщал к большой жизни, к большому свету, к большой политике. В том смысле, в каком она тогда, эта политика, поднималась. А вот я никогда ему не льстил. Ему льстили очень. Он любил лезть, как все люди, в большей или меньшей степени. Вот. Он очень переживал предательство тех, кого он выписал. Вот была категория людей на той нашей студии Горького. Я не хочу называть эти фамилии. Вообще, это деликантно, чтобы называть эти фамилии. Он многим из них открыл дорогу в большое кино, в кинофестивали, в кино общественного, государственного признания. Они его все, как только, значит, у Герасима начали, фигурально говоря, выпадать зубы, он начал стареть, терять какие-то контакты с властью. Они его все с огромным удовольствием предали. Но не в этом дело. В общем, вы знаете, я думаю, что если бы Герасимов был жив, то многих безобразий и деформаций, как минимум в нашем кино и в нашем искусстве, было бы значительно меньше. Снимал он на Урале. Вот. Снимал он. Значит, по-моему, «Любить человека», я не помню. Он на одной из своих картин. Я приехал, отдал ему сценарий. Вот. И полежал в номере. День проходит, другой. Вдруг прибегает ассистент и говорит, Сергей Полянович, он где-то там снимал, вас ждет. Я мчусь к нему. К этому моменту Герасим прекращают съемки. И говорят, ребята, перерыв, перерыв, перерыв. Выходной день. Встречает меня в слезы на глазах. Говорит, дружочек, надо справить пельмени. Когда у него был праздник, он обязательно сам делал пельмени. Приглашал всю группу. И мы поехали справлять то удовольствие, которое он получил от сценария, на рынок. На рынок. Вот, на базарчик такой. Он выбирал долго мясо. Он был прекрасным кулинаром. Он готовил замечательно. И любил это дело. Он очень сырое мясо сплевывал. Нет, и не тем кормила девка. Приехали, сделали пельмени. Сережа Никонянко катал бутылкой это тесто. Мы выпили за будущую картину. Что делать, в общем, не нужно. А когда мы выходили с базара, на ящике каком-то сидел слепец. Рядом ящик другой. В ящике белая мышка. Надо было слепцу дать 20 копеек. Мышка ныряла в ящик и доставала в своих лапках, как в коготках, бумажки. И там бумажки были. Он говорит, рискнем. Дал я 20 копеек. Мышка нырнула. Достали эту бумажку, развернули. Там написано было. Бумажку вот я храню. Задумал большое дело. Ждет большое несчастье. Терпи, хорошие люди тебе помогут. С этого начинался фильм «Комиссар», с которым связаны и трагедия, и боль, и надежды, и несправедливость. Ну и, конечно, несказанное счастье. Потому что про это трудно говорить. Но ни у кого из моих коллег по искусству такого контакта со зрителем, как у меня, на Западе вообще не было. Это картина, картина «Комиссар» была придумана, ну вот, мгновенно. Значит, у моей мамы собрались гости, какие-то ее подруги, две Кати. Ближайшие ее подруги, одна знаменитый доктор, дамский ее знала, вся страна. А вторая дама, которую тоже звали Катей, ее тоже знала вся страна. Она была, как нынче говорят, политиком. Фамилию ее вам не назову. Знаменитая женщина. И одна из них, вот этот, так сказать, врач, значит, сказал, девчонки. Те еще и девчонки были. Я вчера прочитала рассказ Гроссмана. Он старый рассказ. Я его когда-то читал, но забыл. Я прочитала и начала хохотать. Она была хохотушкой такой. И начала пересказывать Гроссмановский рассказ, семистраничный рассказ. в городе Бердичеве, так, как она его поняла. Вот и сама, значит, опережая свой, опережая свой рассказ, обхохотывала все, что она будет рассказать. Я очень внимательно ее слушал. И когда она сказала, девочке, все, давайте там выпьем, закусим, будем здоровы. Я понял, что я должен немедленно записать то, что я сейчас придумал. Я вылез из-за стола, квартирка у мамы была маленькая, две комнаты. Пошел в другую комнатку, достал тетрадь и написал эпизод такой-то, эпизод такой-то. Наверное, я фантазер. Наверное, что-то было не совсем так. Что-то уточнялось. Что-то пришло потом. Ну, фильм сразу я увидел. Наверное, так тоже бывает. Так, наверное, тоже бывает. Ну, а дальше, дальше, дальше было все. Понимаете, вот меня тут как-то спрашивали, спрашивали. Ну, хорошо, вы понимали, что это был непроходимый вариант? А вы понимали, что про это еще не говорят? А вы понимали, что это... Вы знаете, наверное, я понимал. Да, я понимал. Я был сообразительным молодым человеком. Я понимал. Но меня это совершенно не смущало. Понимаете, вот как зуб между зубами что-то застревает. Вот вы с девушкой сидите и ковыряете. Здесь неприлично не хожу. Или в театре где-то. Надо вытащить это. Жизни нет, пока вы не освободитесь от этого. А если это застревает вот здесь? Меня это преследовало. Я понял, что я что-то должен с этим делать. А до этого, или во время этого, писал сценарий. И до сих пор вручу, что я не сделал тогда ту картину. Это было, так сказать, такое начало реабилитации там жертв, как нынче говорят, политических репрессий, шумели, какие-то книги появлялись. В это время я написал сценарий. Назывался он «Полустанок». Там два человека со своими биографиями. Оба участники этой революции. Оба участники строительства там тридцатых годов. Все. Со всеми плюсами и минусами эпохи в своих биографиях. Все это было вечно конфликтующие, спорящие два человека. Очень разные по темпераменту. Противоположные по облику. Попадают в сеть НКВД. Их арестовывают. Ну, там детали этих арестов, все такое. И они оказываются, тогда еще было, так сказать, такое, ну, как вам сказать, гастрономическое время в начале этих репрессий, когда они оказываются вдвоем в одном тюремном купе. Позже такое было невозможно. И их везут с Востока. Это происходит где-то на Востоке, на стройке. Везут их в Москву на дознание, на приговор и на расстрел. И вот их судьба врезается в пейзаж не в прямом, не в буквальном, а в поэтическом смысле слова в пейзаж этой страны. Разные люди встречаются с этим вагоном. Вот. И была придумана такая, так сказать, ну, я бы сказал, хулиганская банальная история, когда на клочке бумаги один из них постоянно пишет какие-то записки своему сыну, который неизвестный, своей жене, своей матери, и находит возможность выбрасывать клочки беда. Я жив. Проезжаем там пензу. надежды никакой. Петя. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. А задумал я его при таком, ну, как бы, так сказать, человеческом патронате потрясающей женщины, потрясающей писательницы. не удивлюсь, если вы эту писательницу не знали, не знаете, и даже о ней не слышали. Звали ее Александра Яковлевна Бруштейн. Александра Яковлевна Бруштейн. Потрясающая детская, юношеская писательница. Александра Яковлевна Бруштейн. Потрясающий драматург для юношества и для детишек. А книга ее, роман документальный, полудокументальный роман называется «Дорога уходит вдаль». Был знаменитый спектакль в ленинградском тюзе «Дон Кихот». Инсценировка Бруштейна. Дон Кихота на трехколесном велосипеде, выезжая на сцену, играл молодой Николай Константинович Красов. А Санчо Панса был Борис Черков. И вот у меня в фильме один из этих несчастных людей был артист Черкасов, а второй Черков. И вот мы с Александром Яковлевной, я рассказал эту историю, она смешная была женщина. Мы с Александром Яковлевной решили сделать этот сценарий. Она была фантастическим педагогом. Она говорила «дусь». Она смешно очень говорила. «Знаете, я сейчас занята. Вы придумали чудесный сценарий. Дуся, садитесь и напишите. Мы прочитаем. И если нужно, я включусь, и мы поправим. И будет хорошая работа. И когда я пришел с чем-то, так сказать, Дуся, это уже замечательно. И, значит, я оказался, обычно делается так. Человек делает, а потом савтором говорит, как так, мы вместе с тобой писали. А тут совсем наоборот. Вместе мы начали работать, а потом сказал, нет, я к этому не имею никакого отношения. Вообще, это особая женщина. те, кто занимается этим, вспомнить ее, найти. Дело в том, что она спасла очень многих людей. Но вот в свое время сейчас уже нет, сейчас вообще не знаю, что читает. Я уже брюзжу, как это самое, значит, это самое нынешнее поколение. Но мы в захлеб читали в конце 50-х годов Вера Федоровна Панова. Романы Пановы, это был свет в окошке. Так вот, Александра Яковлевна Бруштейн получила бандероль от незнакомой женщины, очень несчастной, из Ростова-на-Дону, у которой арестовали мужа, еще что-то сделали, выгнали с работы. Она работала в журнале, в газете «Молот», в ростовской газете. Все такое. И так говорила, что, в общем, она погибает и пытается заниматься литературой. «Стоит ли ей это делать?» Александра Яковлевна прочитала эту рукопись и написала, «Дуся, приезжайте в Москву, я поселю вас у себя, мы вместе написаем прекрасную пьесу». пьесу. Та женщина приехала, написала под патронтом Александра Яковлевна пьесу, называлась она «В старой Москве перед самой войной». Эта пьеса получила главный приз на фестивале современной драматургии. Вот Александра Яковлевна, которую я хотел видеть своим соавтором, сказал, «Нет, дуй там». Вот был такой сценарий. И в разгар уже, так сказать, каких-то решений Черкасов тяжело заболевает. Черкасов тяжело заболевает, возвращаться к работе в кино он уже не мог, возникает пустота, а я в запасе держал вот эту идею с рассказом Гроссмана, которую я абсолютно, так сказать, повернул. Ну, там какой-то элементарный сюжетный ход остальное. Все это было по-другому. И потом, так сказать, там философия всей этой картины другая. И вот, ну, говорят, вот еврейская тема. Я не люблю это дело. Да, вот то, что лепит иногда у нас патриот, это еврейская тема. Это все штучки-дрючки. Тут не то. Тут не то. Вот. Кстати, у Цветаева есть потрясающее выражение. Недословно я его воспроизведу. Оно более замысловато выражено Цветаевой. Но смысл такой. Я спрашиваю, ну, я спрашиваю, ну, что такое поэт? Она говорила, поэт? Все поэты-евреи, она говорила. В каком смысле, Таким носом все. Нет. С чувством обиды на этот мир. Вот в таком итоге. Так что, вот, значит, так вот родился потом комиссар. А это легло вот тут. Лариса Малюкова мне говорит, дайте нам напечатать ваш тот сценарий. Наверное, он устарел. Ну, я, знаете, вот, 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 как этот сам, крохобор. Не могу я дать. Пускай не лежат у меня. Много чего лежит. Зачем это лежит? Зачем это пылится? Зачем это тухнет? Я не знаю. Вот. Очень жалею, что я не сделал эту картину. Я знал Шукшина. Мы были на «ты». Вот. Ну, это не бог мне, что такое быть на «ты». Шукшиным. Вот. Ну, мы так общались. Здравствуй, Вася. Там я выступал на каких-то обсуждениях его там сценариев и пятый, и десятый. Картина. Мне нужна эта работа. Я никакого не хотел обидеть. Я попробовал одного молодого актера, хорошего. Нет. Второго, третьего. Нет. Мне нужен был вот замечательный мужик. Иду по коридору, идут на встречу Шукшина. Говорю, Вася, привет, привет. Вася, сыграю меня? Роль маленькая. Он сказал, запри меня. Вот две комнаты. Я прочитаю. Когда кончат, постучу тебя. А я в другой комнате там над какими-то бумагами сидел. Через какое-то время стук. Дверь я открыл. Он какой-то такой взлохмаченный. И говорит, слушай, я сыграю. А он очень упрямо выбирал роль, а тут маленькая роль. Сыграешь? Сыграю. Вася, не подведешь, потому что не подведу. Он был самым дисциплинированным, самым благородным во время съемок, потому что актеры – это материал такой, своеобразный очень. вот. Если бы я мог рассказать, как я намочился с великой актрисой Мордюковой, это не в сказке сказать, не пером писать. Понимаете, вы видите на экране интеллектуальную личность актера. Слава Богу, что вы ее видите. Ой, какой умный. Слава Богу, что вам не довелось с ним общаться вне экрана. На самом деле, это бывает иногда очень. Вот. Уралан Байков, помимо того, что это талантливый человек, талантливый с излишествами, потому что вот остановить его и загнать туда, куда практически невозможно. Я капитулировал. Я думал, ну, черт с ним. А потом ночи не спал. Ну, зачем же? Я это не сделал. Ну, не мог. Вот. Это, может, это и хорошо. Потому что, когда вы укротите это неукрощаемое, что-то и получается. Когда мя-мя-мя, это тоже. Вот и Шукшин, вот так появился Шукшин. Ну, это пол-дело. Потом, когда мы сделали картину, ее принять, на студии показывали, собрались все, кто из гроба встали и пришли на этот просмотр. Потому что уже партбюро семь раз у меня все эти протоколы лежат. Заседало по поводу несуществующей картины, когда еще не было снято ни одного кадра, только пробы проводились. Все было против. Все было против. Группу, но обычную группу режиссер собирает, вот это мой, там, оператор, вот это, этого я не возьму, гример замечательный, мне сказали молчать. Вот мне вот говорят, одна единственная, к примеру, и картина. Какая это антизаветчина, какая это гниль. Потом, понимаете, это такая сложная, нравственная, этическая, политическая конструкция. Я не подозревал, что она существует. И думаю, что очень многие люди просто не подозревают. Если бы вы знали, как против этой картины выступала вся еврейская часть в студии Горького. Все говорят, как это? Да. Но как? С какой яростью, с какой ненавистью? Какие доносы они на меня писали? Это, это трудно себе представить нормальную. Я это не понимал тогда. Не понимал, кого обижать все это. Люди, с которыми я, ну, в общем, почти был в дружеских отношениях, перестали меня замечать. Вот когда обсуждалась готовая картина на закрытой коллегии Госкино, это было в конце 67-го года, я не был на этой коллегии, вот, там было два лагеря. тех выступали, скажем, выступал Трауберг. Козинцев, Трауберг, знаменитый дуэт, не надо объяснять, что Трауберг, еврей, все. Он сказал, я еврей, именно поэтому я не хочу видеть фильма о тяжелой судьбе еврейского народа. Это все сумасшедший дом. Сумасшедший дом, да, сумасшедший дом. Вот. Ну, а другой говорил, значит, вот такой Чейкин был, секретарь порткома, это страшная личность была. Он просто стольких людей подоносом, посадили, Значит, вот он говорил, что оклеветан русский народ. Но оклеветан. С одной стороны, я антисемит, с другой стороны, я сионист. Причем сионист того израильского разлива в танках, в каске. Ну, сионист. Это страшно. До недавнего времени сионизм был синонимом фашизма. Назывался это израильский фашизм. Я был еще израильским фашистом. Вот так. Это совсем не шутки. Пришел человек, маленький, такой смешной человек, где-то он в массовке на студии Горького работал. Вот. Он был артистом в свое время разгромленного еврейского театра, которым руководил великий Михоэлс. Он скачал и сказал, вы там вообще знакомы с Михоэлсом? Я говорю, нет, я маленький мальчик был еще. В вас кровь Михоэлс. Это меня страшно напрягло. У меня еще кровь Михоэлс. Вот и все. Значит, он кричал, что я гениален. А большинство давило с невероятной силой. Фамилии называть я не буду. Они были благополучными, с ленинскими премиями совсем. Марк Донской, еврей из евреев. Параба. Что он нес? Он кричал, я готов его собственными руками расстрелять, он клевещет. Но я говорю, где я клевещу? Наоборот, это почти колыбельная песня этой семьи. Ну, там вот этот догматизм, тупость и страх публичного обсуждения этих тем. Собственно, комиссар поставил вопрос о публичности этой проблематики всей. Ну, нет другой картины, хорошей, плохой, ее нет. И тогда встал Шукшин. Он сидел, значит, просто сатанел, встал и сказал очень яркие полуцезурные слова, что вы и вам не совесть. Мы вообще корячились, пупки у нас развязались, мы думали, что мы о совести человеческой делаем картину, а вы там трусы, ничтожество. Так шарахнул дверью и ушел. Вот кто для меня Шукшин. У него было разное, наверное, потом. Когда выпивал, нес иногда ахинею. Это все ерунда. А вот то, что я вам говорю, вот это для меня Шукшин. И не только потому, что это форма поведения. У него прекрасные, конечно, гуманистические, замечательные вещи. Ну, что я вам скажу? У нас десятки кинофестивалей, если не сотни. в своей стране эта картина не была ни на одном фестивале. У нас десятки наград хороших, плохих, маленьких, больших. Причем, ну, люди серьезные вдруг хватают эти ники, тащат это все. с ума сошли, что ли? Ну, ну, зачем? Ну, разве в этом дело? Был один раз Ника, меня прислали целых три приглашения, был тогда Климов еще, председатель союз. Я посмеялся, сказал жене, она говорит, конечно, ни за что не ходи. Это что-то странное, три раза приглашение, значит, какой-то номер будет. Я угадал. дают Нику Бойкову, правильно, замечательно, дают Недашковской женской роль, потрясающе, оператору хорошо, композитору хорошо, еще кому-то, кому не дают. Это автор сценария и режиссеры, никто не дровнул, но я-то не пошел, потому что все было рассчитано на то, значит, так вот, взять. Это моя рожа. Я пришел получать это. Но они не дали Нику. И вообще ничего, никакого признания. Вот, ну, вот я сказал на Западе, ну, вы понимаете, дохнут от восторга кинематографисты. Там на Западе все. Ну, у меня там все есть. Про себя как-то смешно. вы должны мне поверить, иначе не стал бы говорить. Понимаете, там не надо говорить, что у меня есть орден или нет ордена. Там все, там есть моя фамилия, есть эта картина. Приходит ко мне мой друг в гости, так, забегает Юрий Норштейн, представлять его не нужно. Вот, приходит он с переводчицей японкой. Хироха, говорю, как я рад вас видеть. Она говорит, Александр, какой успех, какой обвальный успех. Я говорю, Хироха, я вас не понимаю. Какой успех? В Японии вышло два диска японских комиссара. Я говорю, Хироха, я ничего про это не знал. Александр, фирма думает, что вы умерли. Как умерли? Да. Из Москвы им сообщили, что вы умерли. Хироха, я жив. Я получил вот такого размера японское письмо. Значит, мне его с трудом перевели. Там такое, что мы извините, мы совершили страшную ошибку, мы известили своих зрителей, что вы умерли, а вы оказывается живы. Ну, понимаете, какое дело людям на Тайване этих фильмов комиссара? Если бы вы это видели, что на Тайване я не говорю про Израиль, когда за Мордюковой ходили толпы. Ну, толпы ходили. Толпы. Толпы ходили. Вот. А у нас, конечно, замечательно совершенно. Ну, можете себе представить, эта картина, ну, хоть бы дали значок «Ворошиловский стрелок» вот для детей. Ну, занят, ну-ка. Но нет ее. Картина, есть решение Политбюро ЦК выпущено в семи экземплярах. Можете мне объяснить? Это не потому, что это только там установка, все. Это абсолютно усилие моих дорогих коллег. Это удивительные люди-то. Те маленькие показы, которые... Ну, вот я был в Липецке, там, скажем, базар. Ну, наш рынок, ну, русский город, полуголодный был. И чтобы заполнить зал клуба, они кинули ключ, кино бесплатное. И пришли эти тетки с бидонами, все. Представляете, им смотреть «Комиссар» про евреев, вообще все на свете. Я не могу передать. Это надо видеть и надо чувствовать, что было с этими людьми. Люди по природе свои хорошие существа духа. Только к ним надо прийти тоже с чем-то таким. детского. «Комиссар» подписаться с 미국 uschко узнал — «Он». «Нат thatís